Доброе время суток, на связи CloudGeo. Сегодня у нас небольшой новостной выпуск, в котором мы поговорим о проекте AirPanet, а также немного поговорим о мошенничестве. Также я попрошу подписаться на мой телеграм-канал, так как теперь раз в неделю будет проходить розыгрыш, в котором я буду разыгрывать какое-то количество ваксов. Для того, чтобы принять участие в этом розыгрыше, нужно быть подписанным на мой телеграм-канал и во время розыгрыша нажать всего на одну кнопку. Таким образом вы попадете в список участников. Давайте теперь поговорим о основной теме этого видео. Это новость, которая вышла в медиуме проекта AirPanet и заключается она в том, что теперь если вы повысите уровень своей земли, вы сможете получить землю в другом проекте. Это что-то новое в блокчейне и вообще я сильно изменил свое мнение по поводу проекта AirPanet за последнее время. Мне кажется, они просто очень круто выходят из ситуации, которая у них сложилась. То, что их проект долгое время был не очень популярным и теперь, как они отключили стейкинг от всех проектов и стали каким-то определенным проектом разрешать стейкать их NFT в AirPanet. Сразу же все захотели сотрудничать с AirPanet, потому что все NFT, которые попадают в стейк AirPanet просто разлетаются по каким-то невероятным ценам. Все дропы просто скупаются буквально за секунду. И это невероятно крутой ход со стороны разработчиков AirPanet. Я не знаю, было ли у них так изначально задумано или они просто по ходу развития своего проекта к этому пришли. В любом случае, я отдаю мега респект разработчикам и считаю, что это офигенный ход. И они просто вышли из такой вот просто ямы. Они поднялись и теперь практически все хотят с ними сотрудничать. Вообще нужно объяснить, что здесь происходит, как получить землю в другом проекте. Во-первых, это проект в Upsleet Land, то есть это Minecraft на блокчейне. Я уже в прошлом выпуске новостей рассказывал о нем обязательно сделаю видео про данный проект. Смысл в том, что если у вас есть земля, вы можете перейти и за 5 миллионов эфира, повысить ее или увеличить ее, вот как они здесь пишут. И тем самым получите землю в проекте Upsleet Land. Вообще это гениальная на самом деле идея и AirPlanet просто сейчас задает тренд всему блокчейну, потому что никто такого не водил. Не было такого, что владея одной NFT вы можете иметь землю в одном проекте и в совершенно другом. Это очень круто, они вот задают тенденцию на развитие блокчейна и заставляют всех играть именно по их правилам. Я думаю, в ближайшее время это станет прям хайпом и многие блокчейны будут использовать вот такой вот вариант сотрудничества, когда приобретая одну NFT вы будете владеть какой-то землей или какими-то ресурсами, как в одном проекте, так и в другом. Это очень круто и очень здорово они придумали. Также они рассказывают, куда пойдут собранные средства. 50% пойдет в фонд вознаграждения, 25% будут сожжены. И только 25% собранных средств поступят в карман проекта Upsleet, что достаточно грамотно сделано и достаточно лояльно. Также они рассказывают о том, что вы можете получить участок земли 50 на 50 на карте Swinland, если вы создадите в проекте AirPlanet материал Upflitium. То есть те ребята, которые играют в AirPlanet, у которых есть там какие-то ресурсы и есть эфир, вы можете испытать удачу. Может быть у вас получится создать этот ресурс и вы сможете получить участок земли. Это будет распространяться только на первые 10 игроков. Также я хочу отметить, что AirPlanet набирает обороты и начинает расти по пользователям. Тут на Dapp Radar он занимает третью строчку, но к сожалению здесь нет баланса проекта Alien Worlds и проекта AirPlanet. Но у меня есть скриншот с другого сайта сбора статистики по блокчейнам и мы видим, что AirPlanet тут занимает строчку выше, чем Alien Worlds. AirPlanet растет, а Alien Worlds наоборот падает. Это я имею ввиду именно в денежном эквиваленте, то есть в покупках и продажах. И сейчас я думаю начнется ожесточенная борьба между этими двумя проектами, так как на Vax они занимают лидирующие позиции и будет что-то очень интересное. Давайте теперь поговорим о мошенничестве и обмане в блокчейн проектах. Сейчас вы можете наблюдать, что очень много стало появляться различных телеграм-каналов, каких-то групп ВКонтакте, которые посвящены каким-то дропам или каким-то блокчейн проектам. И очень часто можно встретить там недобросовестных администраторов или модераторов. И один из моих подписчиков участвовал в подобном чате. Я вкратце расскажу в чем обстоит дело. В общем появился блокчейн проект, не буду говорить его название. И сделали телеграм-канал, якобы это официальное русскоязычное сообщество, то есть официальные представители этого блокчейн проекта. И администратор с целью наживы решил обмануть своих подписчиков и сказал отправляйте мне на кошелек ваши NFT, посвященные этому проекту. Их нужно сжечь и взамен мы вам выдадим новые NFT, потому что те NFT, которые вот сейчас продаются, мы хотим все ликвидировать. Что-то вот такое было. И мой зритель вступил в переписку с этим администратором и решил вывести его на чистую воду. Сейчас вы можете видеть скриншоты на своем экране. Давайте вот так вот. Вы можете поставить на паузу и все прочитать. Я не буду перечитывать все, что здесь есть. Так, дальше. Вот следующий скриншот. Вот и скриншот еще один. И вот последний скриншот. После того, как мой зритель убедился в том, что это мошенник, он все эти скриншоты переслал абсолютно всем, кто находился в этом телеграм-чате и тем самым помог людям сэкономить деньги и не быть обманутыми. К чему я все это веду? Я хочу вас предостеречь, чтобы вы не попадали на подобного рода мошенников. Знаете, что всегда официальные телеграм-каналы, они указываются на сайте проекта. Всегда это можно проверить. Не попадайтесь в руки мошенникам. Никогда официальные какие-то блокчейн-проекты не попросят вас прислать свой кошелек им. Или никогда вас не попросят перевезти им какие-то NFT и они вам дадут новые. Такого не будет. Блокчейн-проекты таким не занимаются. И я думаю, что это достаточно глупый был развод со стороны администратора. Но, тем не менее, достаточно много людей на него повелось и потеряли как деньги, так и NFT. Также сейчас появились много закрытых телеграм-каналов, которые предлагают вам сделать какой-то белый лист, куда просят вписать в ваш кошелек, чтобы получить какую-то NFT. У них легенда такая. Вот давайте сделаем белый лист, отправим официальным разработчикам и они нам сделают какой-то там дробь. В общем, будьте, пожалуйста, бдительны, не попадайтесь в руки мошенникам. Я надеюсь, что вы разумно подходите к блокчейну, к своим кошелькам, к своим данным. И у вас не будут возникать такие проблемы. Также напоминаю, что сегодня в 19.00 по московскому времени стартует первый дроп моей новой коллекции. Если вы не знаете, что это за коллекция, зачем она нужна и что она дает, я настоятельно рекомендую перейти по ссылке на мой телеграм-канал. И там вы сможете прочитать, зачем эта коллекция нужна. Если вкратце, то я расскажу. Собрав 5 NFT, вы получите возможность получить награду в несколько тысяч вакс. То есть сейчас 2000 вакс это призовой фонд и с каждым дропом это количество ваксов будет увеличиваться. В телеграм-канале есть видео, в котором я полностью рассказал, как собирать эту коллекцию, как можно на ней неплохо заработать. Также там вы можете найти полное расписание всех дропов этой коллекции, где написано, сколько NFT будет, сколько будет идти этот дроп. В общем, обязательно посмотрите. Я думаю, это очень крутой проект, который очень многих людей заинтересует. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был CallGeo. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok